Абакан получит средства на реконструкцию Парка Победы. 105 миллионов рублей. Проект вошел в число победителей конкурса по созданию комфортной городской среды. Его проводит Министерство строительства России. Проекты-финалисты сегодня были названы на Всероссийском форуме развития малых городов во Владивостоке. В этом году на участие в конкурсе было подано почти 500 заявок. Победителей 195. Это города от Владивостока до новых регионов России. Конкурс призван поднять престиж жизни в малых городах, в которых сегодня проживает половина населения страны. Для повышения комфорта и выделяются федеральные средства. Абакан представил принципиально важный проект – реконструкцию Парка Победы. Город Абакан. Проект благоустройства Парка Победы города Абакан. Ваши аплодисменты. Парк Победы станет настоящим музеем воинской славы площадью больше 6 гектаров. Еще в апреле идею одобрили первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак и депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол. При создании эскизов авторами был учтен опыт строительства мемориальных комплексов города Волгограда и Москвы, в том числе новейшего парка «Патриот». А жители Абакана поддержали идею всенародным голосованием. Мы окажем всяческую поддержку. Я готов с министром переговорить на эту тему, сопроводить заявку. Важнейшее дело и место памяти, и место отдыха для горожан. И детская зона запланирована. Такие проекты надо поддерживать. Поэтому буду ждать вас в столице. Жители Абакана проголосовали. В рамках Народной партии «Единая Россия» будем реализовывать народный проект. Закончить реконструкцию планируют к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Стоит добавить, что от Хакасии заявка на конкурс была представлена лишь одна. Хотя шанс поучаствовать был и у других городов республики. Сегодня глава Абакана Алексей Лемин из Владивостока поблагодарил Андрея Турчака и Сергея Сокола за помощь в продвижении проекта в Министерстве строительства России. Без этой поддержки нам было крайне сложно победить, потому что всего поступило 495 заявок от всех регионов страны. А нас на следующий год ждет большая работа по воплощению данного проекта в жизнь. Я всех поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok